День второй. День второй. Дело второе. Мы в изоляторе пришли кого-то навести. Сейчас, видимо, будем допрашивать эту розововолосую барышню. Может быть. А может быть и нет. Я не знаю. Сейчас узнаем. Приветики. Я и не думала, что ко мне придут в такое жуткое место. Это так трогательно. Нет! Ах ты, вонючий адвокат, чтоб ты сдох. Пришел поиздеваться надо мной. Давай смейся над несчастной мини. Нет, не совсем. Я хотел с вами поговорить. Я не хочу с тобой говорить. Ты меня уже задолбал своими допросами. Ты, дарчок хренов. Опять началось. Пожалуйста, прекратите вы пугаете похоронника. Так что вы говорите, хотели у меня спросить? Для начала я бы хотел узнать, почему ты такая психованная. Показать. А что ей показывать-то теперь уже? Схема кабинета в бюро АС... А, не. А что мне нового-то дали? Где оно? Вот это новое. Показание Макуси. Жертва увернулась и бросилась вправо, но удар ее все равно настиг. Ну, давайте покажем нам... Тут никто за ошибки не будет сейчас наказывать. Позже как-нибудь. Не сегодня. Мне еще стримить пару-тройку дней. Феникса, Райта. Как закончу, так верну. Знаешь чё? Ты у меня уже типа в печенках сидишь. Двали. Я тебе ничего не скажу. Спасибо, я догадался. Ладно, тогда ничего не будем показывать. Хотя мы можем ей показать... ПАЛЮЦ! Наш великий... Блин, мне кажется, у меня мышцы пальца завтра болеть будут. Давайте просто поговорим. Кто такой этот... Человек? Человек, который проживал с вами в номере. Вы можете мне о нем рассказать? Где он? Обойдешься. Мне нужно чем-то вывести ее на откровенный разговор. Почему вы прослушивали телефон Мии? Ой, вы говорите об этом с таким упреком, как о преступлении. Вы не поверите, но прослушивание чужих телефонов это преступление. Вот об этом поведали в адвокатском... Вам об этом поведали в адвокатском садике, да? Полотенце? Нет, полотенце это мне, мое. Это мой... Атрибут уже стрима. И я из-за него не хочу этот, хромакей ставить. Потому что буду как все. Без полотенца со спанчбобом. Вон, сейчас весь твич почти без полотенца со спанчбобом. А у меня есть полотенце со спанчбобом. Ну вот и все. Вот я, значит, у меня этот эксклюзивный контент. А еще вон там плакатики всякие висят тоже эксклюзивные. Мизинцам как-то странно быть. Сволочь! С ней невозможно общаться. Скажите, почему вы такая злая? Со стороны вы кажетесь вполне приятной девушкой. Как же ты меня бесишь, гадкий адвокат! Гадкий? Интересно, ее что, в детстве адвокат покусал? Или она лишь меня так не переваривает? Ну вот и поговорили. Может, покажем ей еще что-нибудь? Значок адвоката, например. На, смотри! Знаешь чё? Ты у меня уже в типо в пичок. Понятно. Короче, ясно. Бесполезно с ней говорить. Седьмое сентября. Бюро Асата и компания. У следователей, видимо, сегодня выходной. Даже инспектора Итанока нигде не видно. Да, полиция здесь пока палась от души. Вряд ли тут остались какие-нибудь улики. Впрочем, не будет лишним осмотреть это место еще раз. На предмет. Стол мини. На нем всегда целит идеальный порядок. Единственное, чего тут не хватает, самой Мии. Ну я вообще, типа бы, может, там что-нибудь на жалюзи обратить внимание, не? Понятно. В общем, ну, тоже вряд ли что-то тут будет. Так, отель. А, ну вот, кстати, к Мамона надо сходить. Ну и в отель сходим. Что там в номере-то творится? Часы, а зачем? А, здравствуйте, сударь. Должен сказать, сегодня вы просто блистали. А, спасибо. Извините, что я вас поставил в такое неловкое положение. Нет, нет, вы что, сударь. Ваш сегодняшний поступок пойдет лишь на благо нашему отелю. А, на благо? Да, наш отель прославился тем, что здесь проживал убийца. Естественно, мы сделаем этот номер элитным, наш бизнес будет процветать. Стойте, стойте, госпожа Макуси не обвиняется в убийстве. И я тоже стану известным коридорный, который лично принес убийце кофе со льдом. Такое впечатление, что это все не наиву. Поэтому отныне вы наш почетный гость. Если вам что-нибудь понадобится, только скажите. И, извините, во время суда я мыслями находился в отеле. Я не особо следил за уликами. Я хочу спросить вас о госпоже Макуси. О ней, знаете, сударь, я не хочу похвалиться, но когда я ее впервые увидел, я понял, что это она написала убийство. Чего? Коридорный начинает казаться мне самым подозрительным типом в этом деле. Я хотел спросить вас о втором постояльце, который заехал в номер вместе с госпожой Макуси. Можно я возьму чаек у вас с подноса? Спасибо. Неплохо. Неплохо, очень вкусно. Ах, да. Простите за аналогию, но мне показалось, что своим видом он разит девушек на повал. Я это понял сразу, как только его увидел. Он и я сделаны из одного теста. Нам обоим присущ дух авантюризма. Я в этом даже не сомневаюсь. Если бы у вас была фотография этого человека, я бы смог его опознать. Фотография. Вообще. Расскажите мне об этом отеле. Конечно. Кстати, спасибо, что напомнили. У меня есть одна замечательная идея. Спасибо. И что это пишешь? Сейчас наш отель носит название «Фукусима». А я предлагаю добавить к нему подзаголовок. Какой? Отель «Фукусима». Отель «Фукусима». Обитель злого киллера. Ну, как вам идея? Эмммм... Замечательно. У каждого чайника носик закипает от разного. Я не понял, что это значит. Ладненько, можно я здесь осмотрюсь немного? Я надеюсь, вы не против. Можно мне отверточку забрать? А? Из комода до сих пор торчит отвертка. Ой, пожалуйста, не вынимайте ее, сударь. Это комод террора. Тайник, в котором убийца хранил смертельную прослушку. Он станет гвоздем нашей экскурсионной программы. Да он не шутит. Просто не верится. На столе стоят два бокала и бутылка. Почему он их до сих пор не убрал? Ой, прошу прощения, сударь. Постарайтесь их не задеть. Это часть Интергера. Я ей дал меткое название. Последнее испитие перед убийством. Наш отель прославится на весь мир. Мы станем звездой отельной индустрии. Окей. Картина. А может там за картиной что-нибудь? Нельзя тут как-нибудь что-нибудь отодвинуть там? Натюрморт. Стоп, может все-таки Натюрморт? Да, да, опять запутался. В короче, на стене висит картина. Ясно. По поводу окна, может быть. Хорошая погода. Отсюда я вижу бюро Асата и Ко. А, да. Мы планируем оборудовать у окна смотровую площадку. Всего за 740 йен вы получите лицензию на убийство. Аж на целых три минуты. Я шучу, сударь. Ха-ха-ха-ха. Судя по его лицу, он это говорил на полном серьезе. Да, да, да. Что-то типа того. Кровать. Типичный новодел. Ничего особенного. В принципе, я думаю, тут больше и смотреть-то нечего. Отвертка торчит, растения растут. Про торшер бы что-нибудь спросить. Типа, у вас в номере вообще ли торшеры предусмотрен? Может, ему стекло показать? Да, елки. Не-не-не, не поговорить. Эээ, показать. Извините, во время суда я мыслями находился в отеле. Я не особо следил за уликами. Что же это за стекло вообще такое? Ну, давайте к чуваку сходим. Он что, картину продал? Опа, на! В смысле, специально выключил? Ну, у нас сюжетные игры. На сюжетных играх я, Твич Диджи, не включаю. Так-то. Отедало, ты чего? Ты чего, Отедало? Забыл. Мы же слушаем Твич Диджи, когда какой-нибудь там Path of Exile играем, там, какой-нибудь... Чё мы там иногда играем? Которая... Майнкрафт, вот, чё-то, чё ещё бывает? А, ну не ох как-то включали, когда там не сюжетно, а просто повторное задание перепроходили. Вот. Похоже, Мамона сегодня отсутствует. Опять. Может, он специально избегает встречи со мной? Ну, продал картину. Секундочку. Разве здесь раньше не висела огромная картина? Да, точно. На ней вроде бы был изображён... Блин, я не помню. Ну, точно, там охотник сидел, но не рыбак. Рыбак? Вроде так. В целом она была какой-то неприметной. Что это? Старые фотографии? Их тут две штуки. У каждой на обратной стороне сделаны пометки карандашом. Дело DL6, Вичдок А. Дело DL6, Вичдок Б. Поглядим, что у нас здесь. Где-то я её уже видел. Продолжу этот снимок на время. Подумаешь, одной фотографии больше, одной меньше. Она может оказаться важной уликой, так что я её забираю. Фотография незаметно всунута в материал и дело. Вот как попадают. А вторая чё за фотка? Да, лучше возьмем другую. А чё тут? Ну вот я-то знаю, кто убил. Я возьму эту фотографию. И пойду покажу тётеньке. Или этому. О, господи, как его? Дворецкому. Да мы же уже говорили про улики. Ну ядрить. Ну игра такая. Это не симулятор вам разведывать этого шпиона какого-нибудь. Какая разница, где взял? Где взял, там больше нету. Опять ты. Совсем намёков не понимаешь. Не ходи ко мне. Слушайте, я здесь только потому... Слушайте, я здесь только потому, что вы не хотите разговаривать со мной. А, так это я виновата. У тебя колючая не только голова, но и сердце. Ну всё, достала. Доведу это дело до конца и поприюсь на лысо. Слушай, я тебе уже сто раз говорил, а тебе ничего... Где вы её? Ага, реакция. Это он, да? Кто? Что? Где? Когда? Когда? Он самый, да? Это тот самый человек, который снимал с вами номер в ночь убийства. Нет, нет, вы ошибаетесь. Попалась, милочка. Где ваши доказательства, а? Да, доказательства. Предвидите доказательства. Ещё чуть-чуть. Подожди, там была новая реплика. Человек, который проживал с вами в номере. Вы можете мне о нём рассказать? Где он? Я ничего не скажу. Послушайте, он подозревается в совершении убийства. Кхм, послушайте, он это... Не нужно его покрывать. Скажите, вы бы сдали покойную госпожу Асата полиции? Нет. Теперь понятно? Блин. Нужно её как-то разговорить. Да она ничего не скажет по поводу часов. Знаешь чё, ты у меня уже типа в печёнке сидишь. Отвали, я тебе ничего не скажу. Спасибо, я догадался. Чё, она так руки держит? Болеет, наверное. Может быть, другую фотку принести? Может быть, другую фотку принести? Чё, чувак. Взгляните на эту фотографию. Это он, детектив. Я адвокат. А, да, я знаю. Мне просто захотелось хоть раз произнести это слово «детектив». Вы понимаете, да? Нет, не понимаю. Как бы то ни было, это тот самый человек, который сопровождал госпожу Макуси. Давайте я вам дам письменные показания от своего имени. В них я укажу, что я его видел. Показания? У коридорного прямо какой-то нездоровый интерес к этому убийству. Окей, хорошо, давайте. Ладно, почему бы и нет. Да, я всегда мечтал дать письменные показания, сударь. Отныне я прославлюсь как коридорный, который дал Афидавит. Вы это не отвлекайтесь, пишите. Показания коридорного добавлены в материалы дела. Эти показания разговаривает даже Макуси. А чё он там написал? Написание мужчины, который в ночь убийства присутствовал в номере госпожи Макуси. А, ну мы можем, в принципе, фотку эту пойти и оставить, типа. Так, ладненько. Уйти. До сих пор не пришёл. А? Со стола исчезла фотография? Блин, а я только хотел поменять их. Окей. Взгляните на это. Чё это? Афидавит коридорного. В нём изложено всё, что он видел. Там написано, с кем вы заехали в номер. Вы снимали номер вместе с ним. Вот это другое дело. А как мне поступить? Надавить на неё. Итак, либо пан, либо пропал. Надо взять её хитростью. Не хитрите! Я надеюсь, она не хитрит, в отличие от меня. Если вы ничего не расскажете, я передам эту информацию журналистам. Чего? Он должен давать показания по делу об убийстве Мии Асата. Но вместо этого он скрывается. Я думаю, СМИ камня на камне не оставит от его репутации. Одна. Твоя взяла. Ура. Непередаваемое ощущение. Вот так её. Так. Это как странный комментарий. Почему ты машешь кулаками? Итак, кто же это? Он. Он мой начальник. Горо Годаяма, глава конгломерата Горо Глобал, занимающегося сбором данных. Горо Годаяма. Сбором данных. Ну, это типа как огромное детективное агентство. И он был вместе с вами в... И он был вместе с вами в ночь убийства, да? Я... я боюсь отвечать. Я не хочу, чтобы меня постигла её участь. Всё в порядке. Я его сам спрошу. Вы можете дать мне адрес Горо Глобал? Горо Годаяма. Наконец-то. Полноценная зацепка. Если убийцей была не Макуси, то тогда остаётся лишён. Пора действовать. Го-го, Пауэр Рейнджер! Показания коридорного изъято из материала в дело. А... почему? Она типа нам не отдала их обратно? Ну, пошли в Горо Годаяму. Ой, Горо Глобал. Опа! Картина знакомая. Ну и кто это вот? Это ж типа охотник какой-то. Ой, не рыбак. Вообще просто чувак на закате или на восходе сидит там. Ладно. Комендент президента. Какой-то сюрреалистический интерьер. Велкам! Пожалуйста! Интрэдус Йорселфи! Не понял. Вот... Вот чьёр нэйм. Как вас зовут? Я... Джаст поинтересовался. Вот ваше имя. А, Харасё. Рюйти Харасё. Джаст? Это кто или что? Мистер Харасё. Да? Райд. Понятно. Магнифициент. А я вас, perhaps, напугал своим эфлюэнтовым... English. Ему что делать нечего? Я Горо Годаяма. Президент Горо Глобал. Ой, вернее... Пр... Президент. Президент. Я долгое время прожил в USA. Эй. Поэтому I'm afraid... Я позабыл родную речь. Врёшь. Хм... By the way. By the way. By the way. Дайте я угадаю. Вы адвокадо, который недавно закончил юридический... School. Yes? Потому что вот так в нагло заявляться судья мог только полный авокадо. Что он имеет в виду? Whatever. Так и быть. Итак, мистер адвокад. Что вам от меня нужно? Он ведёт себя с поразительной самоуверенностью. Знакомая картина. Я её вроде уже видел в другом месте. Это репродукция. Ридикюль. Ридикюль. Чего? Меня интересует лишь оригиналы. Это самый, что не на есть оригинал. Он стоит не меньше пяти миллионов. Хммм. Какие-то у вас мужики под столом. Это нормально вообще? Это, я так понимаю, ваш рабочий стол. Вот это да. Вы его достойны. Он сделан по образу моего тела. Ну, разве его округлые формы не возбуждают в вас вдохновение? Многочисленные трофеи выстроились в ровный ряд. Выбор судей года. Лучшему участнику. За вклад в судебную систему. Лучший партнёр полиции. Да уж, награды прямо пестрят словами судебный и лучший. Статуя держит в руках земной шар. А вот логотип Гора Глобал выглядит как-то мелковато. Прообразом скульптуры послужил, кто бы мог подумать, сам Гора Гадаяма. Настоящее произведение арт. Но так как у вас нет вкуса, вы вряд ли оцените его фулл бьюти. Как-то не кассеты, а кольца, наверное. Надо бы этому произведению подпилить руки. Я нахожусь на последнем этаже двадцатиэтажного здания. Такому виду из окна позавидует любой... Ну ладно, вроде всё осмотрели. Поговорим с ним, пожалуй, ненадолго, немножечко, чуть-чуть. Госпожа Макуси, сотрудница Гора Глобал, да? Верно, right. Она работала моим секретарем. Когда я услышал её поступки, я был очень шокт. Её поступки вы имеете в виду прослушку? Indeed! Я и платит за разговоры по телефону, а не за их подслушивание. Но я admit, что в её обязанности входил сбор информации. Но я вас уверяю. Мы пользуемся лишь легал метод. Легал. Увы, к этому всё и шло. Такое впечатление, что он пытается выставить Макуси крайней. В ночь убийства вы находились в номере госпожи Макуси? Без понятия, я не предъявляю значение места и времени. Нам их изменить нельзя. Удобно. Господин Гадаяма, коридорный работавший в отеле в своих показаниях, чётко указал, что он вас видел. So, what? И что? Пусть указывает всё, что хочет. Я не желаю с вами говорить. Если вам это так важно, попробуйте вызвать меня в суть в качестве свидетеля. Хотя мы в это не по зубам. А он вообще-то затронул важную тему. Почему обвинение не вызвало его в качестве свидетеля? Он, как и Мау... Маукси. Он, как и Макуси, должен был всё видеть своими глазами. Охо-хо. Полиция, суди! Они же для меня как игрушки. А чем занимается ваша компания Горо Глобал? Оу, good question. Хорошие вопрессы. Мы скупаем и продаём различную информацию. Мы компания будущего. Можно сказать, мы и есть будущее. Продаете информацию. За какие-то 10 лет я смог в буквальном смысле достичь вот таких высот. Думаю, вид из окна моего офиса служит достаточным аргументом. А компанию я назвал в честь себя любимого. Горо Годояма. The president of Goro Global. Лицо... Да у него и поза такая стоит, выкнулся, как будто там чё-то сзади ему. Кусают, действительно. Das ist fantastisch. Чё? Какой фантастиш, ты чё? Попутал чё-то? Языки, небось? Чёртов. Обманщик. У меня давно назревает один вопрос. Вы главные предупредите, когда он лопнет. Ха-ха-ха. Вот это огромная картина. Я её уже видел. Надо было с каких пор. Знаете, я уже видел эту картину в другом месте. Вот как. Буквально вчера. И... What's your point? Я имею в виду... Я имею в виду следующее. Почему эта картина висит у вас на стене? Как там у вас? Мистер... Нихорасе? Нихорасё? Хорасё. Я смотрю, вы не понимаете, где очутились. Ещё раз спрашиваю, кто вы такой? Эм... Адвокат? Нет, мой друг. Вы... Ничтожество. Плюнь, и резетри. Никто. Ничто. Nothing. Вы такая же я ошибка природы, как и тот... Маммона. Что он делал? А! Эй, а! С-с-с... Он... Он меня ударил! Ну, мистер адвокат, что будете теперь делать, а? Подойдите на меня в суд? Вперед. You're welcome. Ведь в итоге, виновным окажетесь вы. Что? Я вас предупреждаю. Полиция и суды у меня в кармане. Это ты так думаешь? Возможно ли такое? Такой уровень зависимости? Вряд ли вы это осознаёте. Вашему маинду... Это не по силу. Ковно не уцел. Да, да. Здорово, сын. Да, во второй руке отстали по симптоме. Вас сюда прислал Мамоно, да? Его зовут Мамоно. Вот вы у него и поинтересуетесь. Почему его картина висит у меня? Может, он вам о ней расскажет? Может, он вам поведает, как человек может существовать лишь ради жизни? Давайте. Выметайтесь. Нам не о чем больше дискутировать. Будьте добры, закройте рот и понькиньте данное помещение. Для особо тупых сообщаю. На их вредном языке. Заткнулся и пшал вон отсюда. Не о чем мне с тобой говорить. Ну и ладно. А, он меня не замечает? Может, стоит прокашляться? Господи Иисусе! А, это ты? Что-то случилось? У вас был такой отрешенный взгляд, словно вы были в другом месте. О, не, я еще в своем уме. Я просто обдумывал всю эту ситуацию. Его явно что-то беспокоит. Выходит, вы сегодня были на слушаниях? Да, да. Прошлой ночью меня кое-что тревожило, я не мог сомкнуть глаз. И что же вас тревожило? Ну, видишь ли, сестра Мии... Бедная девочка. Сынок, я тебе очень признателен, правда? Даже и не знаю, что бы я делал, если бы у нее сложилась катастрофическая ситуация. Я вас уже об этом спрашивал, но почему вы отказались ей помогать? Мне кажется, я имею право это... Не, не, не тот голос, извините. Мне кажется, я имею право это знать. Право, говоришь. Нет, извини, сынок, не серчай, дай мне время все обдумать. Его явно что-то беспокоит. И я, кажется, начинаю догадываться, что именно. Я побывал в Горо Глобал. Да, понятно. Господин Мамона, видите ли, этот вопрос у меня уже давно не выходит из головы. А какой, сынок, смелее задавай его, не стесняйся. Понимаете, дело в... В вашем... Вот, в вашем... Решении вопроса. Мне это показалось странным. Майя, сестра вашей ученицы, обратилась к вам за помощью. Ее обвинили в убийстве собственной сестры, но вы отказались браться за это дело. Я, наконец-то, понял, почему. Вы связаны с Горо Годоямой. Он ваш... Он ваш любовник. Ну, а иначе зачем ему продавать картину ему? Все встает на свои места. Кажется, я его раскусил. Годояма вас шантажирует, да? У него есть на вас компромат. Ну... Я не... Я не понимаю, о чем ты говоришь. Вчера в вашем кабинете висела огромная картина. Та самая, которую вы клялись никому не продавать. А сегодня она уже находится в кабинете президента Горо Глобал. Горо Годояма. Ты все-таки заметил. Впрочем, чего тут удивляться? Она же полстены занимает. Господин Мамона, что с вами случилось? Горо Годояма зарабатывает деньги шантажом. Горо Глобал отыскивает скелеты в шкафах людей. Я им уже 15 лет плачу своеобразную дань. 15 лет. Ты уже, наверное, догадался, что это все из-за того злополучного дела ДЛ-6. Надпись с обратной стороны фотографии. Вот именно поэтому я и не мог помочь Майе. Потому что Годояма меня просто бы уничтожил. Вот оно что. Сынок, мне больно тебе об этом говорить. Но Годояму совершенно невозможно привлечь к ответственности. Совершенно? Почему же? У него везде все схвачено. Господин Мамошка. Так вот, каким он будет, когда вырастет большим. На судей, адвокатов, прокуроров, полицейских, инополитиков. На всех. Не может быть. Они связаны по рукам и ногам. Они ничего не могут ему сделать. Не смотри на меня так. То, что ты сейчас лицезришь, копилось долгие годы. А что за дело ДЛ-6? Это всего лишь номер, который полиция присвоила этому делу. Все произошло 15 лет назад. Ко мне обратился медиум. Спиритический медиум. Мама. Мама. Ма. 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 Двух сестер, короче. Это, видимо, фотография матери была. А как дочка-то связана? А, наверное, она начала под этого копать. Типа. Начала под горы под этого, как его, Гадаяму копать. А там яма. А там это... А там, собственно, какие-то штуки на него, видимо, нашла. Чё вспомнил. Её звали Мами Асато. Асато? Да, мать ми. Она по просьбе полиции расследовала одно убийство. И её постигла неудачу. А, точно, да. Её уже посадили. Я забыл. В итоге полиция посчитала её аферисткой. Майя мне вчера об этом рассказывала. Я сделал всё, что было в моих силах, и в итоге сумел вывести её из-под огня. Но то убийство и поныне остаётся нераскрытым. Вот это и есть дело ДЛ-6. Но почему же вас тогда шантажировали? В то время дело ДЛ-6 было засекречено. Полиция не хотела, чтобы общественность знала об их сотрудничестве с медиумом. Они не могли допустить, чтобы этот факт был передан огласке. Но кое-кто всё же узнал правду. Я всё ему рассказал. Вы всё рассказали годаями? Он обещал мне золотые горы. Теперь-то я корю себя за это. Не, возможно, это был не он. Возможно, это он уже типа тогда начинал работать шантажистом всяким. Из-за моего поступка полиция превратилась во всеобщее посмешище. В тайне от всех они начали искать того, кто их сдал. Естественно, Гадаяма об этом прознал, и он пришёл ко мне. Правда, в этот раз он сделал мне предложение, от которого нельзя было отказаться. Шантаж. Гадаяма крутит законами страны, как ему вздумается. Но если ты всё же решишься бросить ему вызов, то тогда внимательно изучи кабинет Мии. Её кабинет? Она многие годы следила за его деятельностью. Она могла где-то оставить результаты своего расследования. Ну в шкатулке же, ну в смысле в часах же, жить же. Может покажем ему фотку, которую у него стырили. Смотри, я у тебя фотографию тут спёр. Извините, я её у вас взял на время. А, так это был ты, сынок. Кто на ней изображён? Эм, долго рассказывать. Мне она нужна назад. Но он почему-то не хочет её обсуждать. И хочет приклеить её назад, судя по всему. Привет, Битрезен! Я не следователь, я авокад! Авокад! Вот такой. Да, спасибо, Аксминбер. Лучше верну ему фотографию обратно. Фотография возвращена господину Мамона. А можете как-то расшифровать вот эту штуку? Извини, сынок, я про это ничего не могу сказать. Ну пойдём, Массат, наверное, отчётом. Где там что исследовать ещё? Глядя на этот кабинет, даже и не скажешь, что здесь произошло убийство. Господин Мамона говорил, что здесь должны быть улики. Надо бы ещё раз осмотреться. Плакат старого фильма. Вроде бы это был первый фильм, на котором Мия расплакалась. Надо бы это как-нибудь угля... А нельзя, типа, ну под него заглянуть, я не знаю. Чё-то как-то... Здесь хранятся все дела, которые когда-либо вела шеф. Ну, значит здесь. Они расположены в алфавитном порядке. Посмотрим. Какой раздел мне изучить? Г, О! Так, В, точно. Гадояма! Весь раздел совершенно пуст. Неужели его забрали? Ну, может, Д, Л? Я как бы букву Д имел в виду, на самом деле. Ну, П, Я. Ничего особенного. Может, пролистать их бы быстрому. Да. А-а-а. Так и быть, полистаю их немного. Самая толстая папка находится в разделе С. Самоубийство? Фу. Тут хранятся досье на тех, кто покончил жизнь самоубийством. Политики, полицейские. Почти на всех сделаны пометки карандашом. Гадояма? Это почерк Мии. Стоять. Так вот оно что. Мия предполагала, что он причастен к этим суицидам. Это Гадояма довел их всех до... Мне эти вырезки из газет могут пригодиться. Так, надо выбрать самый кричащий заголовок. Ну, еще осмотрим на букву А. Да, 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 еще. Ну, вот последний, который остался. Так, посмотрим, что у нас тут. Андо, Асано... Ага, Асато, Мами. Мать Ми и Маи. Прочитать? Да. Я опозорила свой род. Таковы были последние слова мамы. Вскоре она исчезла. Я поклялась найти того, кто вызвал у моей мамы чувство вины, ставшее причиной ее ухода. Воспользовавшись своими способностями, я установила контакт с душами умерших. В итоге мне стали известны имена двух людей. Первым оказалась Токако Мамоно. В обмен на богатство он выдал информацию о моей матери. Второй человек продал эту информацию журналистам. Этот паразит сколотил свое состояние на шантаже и компромате. Его звали... На этом текст обрывается. Выходит, Мия знала, что Мамона... Что она знала? Ну, я не на растение нажимал, но я на папочке нажимал. Может, там что-то просто есть. Так, вырезку, в общем, взяли. Может, этого, кстати, и хватит. Что там хоть? Статья о самоубийстве политика. Сверху ручкой сделана надпись Гадаяма. Жирный? Да, наверное. Не, ну, может быть, тогда он не был жирным. Телефон? Его не тыкаешь, он говорит, что это стол. Мии, да. Так что телефон не... Как бы... Не нажать. Кому бы сходить-то? Ай, че я тут... Коридорный уже ушел. А? А? В ванной работает душ. Money, 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 must be beautiful, must be funny in the rich man's world. Кому-то нравится души губить душ. Доброй ночи поднасрал. Изолятор. Похоже, что госпожа Макуси сейчас на допросе. Вряд ли мне разрешат сегодня с ней встретиться. Я смотрю, ваша упертость не знает границ. Извините, я хотел у вас кое-что спросить. Послушайте, мистер адвокат. Я не люблю ее дважды повторяться. У вас, видать, повышенная плотность черепа. Донт браза ми? Ну да, запись, да, будет. На ютуб подписывайте, чтобы смотреть. И естественно, естественно. Донт браза ми? Хватит тут ошиваться. Если вы будете испытывать мое терупение, вы рискуете нарвать на... Нейстый эксидент. Ааа, несчастный случай, да? Ферштейн? Вообще-то это немецкий. Нет, не Ферштейн. Я думаю обсуждать. Макуси больше нет никакой нужды. Мне надо поскорее вывести Гадоему на чистую воду. Эм, что-то случилось? У вас такой озабоченный вид. Надо признать, он мастерски врет людям. Мне надо поскорее вывести Гадоему на чистую воду. Хватит! От этого дикого взгляда у меня бегут мурашки по спине! Не вижу смысла вести откровенные разговоры с этим шантажистом. Мне надо переберечь аргументы на потом. Что такое? У меня что-то случилось с лицом? Ах, ну да, на нем столько всего. Eyes, mouths, nose... Маус? Just joking. Можете не стесняться, смеяться. My brand. My friend, наверное. Сегодня не все могут устоять перед моим космополитичным чувством юмора. Вернее, стоять могут не только лишь все. Мало кто может это сделать. То есть, этот перевод недавно делали? Когда эту фразу этот, как его, Кличко сказал? В 14-15 году, наверное. Сейчас так. Так, я не знаю, стоит ли ему показывать эту вырезку. Вдруг он ее у нас отберет, но мы рискнем. Одна единственная улика, оставленная мне Мией. Надо ее распорядиться с умом. Господин Гадаяма, взгляните сюда. В этой статье рассказывается о самоубийстве политика. Он незаконно присваивал себе государственные средства. Но однажды кто-то рассказал об этом журналистам. На следующий день этот политик покончил с собой. И каким образом это касается меня? Я нашел эту статью в кабинете Мией. Мисс Сатта? У нее была папка, в которой она собирала подобные статьи. И на всех этих статьях стояла одна и та же пометка. Гадаяма. Господин Гадаяма, я знаю, что... вас связывало. Вы... шантажировали его. Шантажировал? И не только его. Вы запугивали шантажом и угрозами многих людей. Вы были причастны ко всем самоубийствам, которые расследовала Миа. Ваша компания существует за счет шантажа. Я ведь прав. Весьма ступид обвинение. Да-да. Мистер Нихоросе, вы чем сейчас должны заниматься? Допрашивать меня? Нет, нет, нет. Вы должны искать киллера Ми Сми. Бу-б. Секретарная связь. Проводите мистера Нихоросео к выходу. Да, господин Гадаяма, охрана сейчас прибудет. Господин Гадаяма, подождите! Вы правы. Вы безусловно правы. Я сейчас должен искать убийцу. И мне кажется, я его... Нашел! Так вот надо. И знаете что? По-моему, я его уже нашел. Он стоит прямо напротив меня. Что это за инсинуации? Миа следила за вами. Она вас раскусила. Поэтому-то вы и приказали Мини Макуси установить прослушку на ее телефон. Затем Мию убили. И все документы, касавшиеся вас, таинственным образом исчезли. Кто же это все совершил? Ответ очевиден, господин Гадаяма. Это были вы! Секретарь на связи. Мистер Нихоросео больше не требует выпровоживать. Вместо этого свяжите меня с генеральным прокурорием. Сейчас одну минутку. Гадаяма, это вы что ли? Зачем вы мне звоните в такое время? Я вас тоже рад слышать, мистер генпрокурер. Я передумал. Я все же буду завтра давать показания. Вы вообще о чем? Дело Мия Сато. Понимаете, я стал свидетелем убийства. Поскольку я ключевой свидетель, я бы хотел дать показания в суде. Как, как, что это вдруг? Вы же сказали, что вы туда не пойдете. Би квайт. Я же сказал, я передумал. Ах, и еще кое-что. Срочно пришлите ко мне на ряд полиции. Напротив меня стоит мужчина. У него ошеломленный вид, но кто знает, может он буйный. Че, какой еще мужчина? Вы меня вообще слушаете? Экзекущенер. Палач. Наемник. Киллер. Убийца. Чего? Господин Годояма, если это очередной ваш мистер генпрокурор. Генпрокурор женщина? Серьезно? Ну, пока что нет. Пока что я не знаю, кто она. Он. Я думаю, что это он. По пиликам вот этим. Пилип-пилип-пилип-пилип. Непонятно, кто это. Вы не в том положении, чтобы мне что-то указывать. Ясно? Я вам сказал срочно вызвать полиции. Бу-б. Мистер Нихарасио, я же вас предупреждал. Выничтожество. Как и мисс Мия. Как ты смеешь? Мне достаточно ткнуть пальцем в вашу сторону, и вас будут судить за убийство Мии Асато. Это дело считай закрыто. Ни один уважающий себя адвокат не станет вас защищать. У меня есть друзья в местном профсоюзе юристов. Вам назначат такого тупого адвоката, что даже вы на его фоне покажетесь гением. У меня кружится голова. Разрешите доложить, инспектор Итанок прибыл. Ядрить они быстрые. Ааа, Яхаря! Это Яхаря! Меня зовут Рюити Х... Меня зовут Рюити Харасё. А, ну да, извини, паря. Просто этот Яхаря оказался убийцей. Вообще-то его оправдали. Инспектор, разрешите представить вам убийцу Мии Асато. Ч... Чего? Простите этого презренное тело. Прощайте, мистер Нихарасё. Восьмое сентября, 15.37. Следственный изолятор. Комната посещений. Даже не верится, что с момента первого заседания прошел целый день. Завтра состоит самой суд. Гадаяма наверняка готовит мне за подню. И обвинение ею воспользуется. В том числе и Катанара. Вчера государство назначило мне адвоката. Но я отказался. У меня возникла идея. Рю? Господи, Харасё! А, Майя, это ты. Тебя выпустили? Да, только что. Это все благодаря вам. Хе-хе-хе. Боюсь, мы поменялись местами. Хотя у тебя все еще охранник и камера, а у меня нет, я сижу здесь. Непонятно где. Ш-что? То есть вы? Я ей рассказал обо всем случившемся. Про-просто не верится. Сколько ему еще надо сломать жизни, чтобы успокоиться? Сначала моя мать, потом сестра, а теперь и вы. Это уже слишком! Господин Харасё, может быть я могу помочь вам чем-нибудь? Эм, ну... А почему я сам себе не могу быть адвокатом? Не, если никаких... Эм, никаких улик... Эм... Веских, по-моему, да и... Не веских, по-моему, нет? Там под подписку о невыезде... О невыезде можно выходить, лишь. В СИЗО у нас годами... Да... Не особо-то держит. Хотя... Ну вот, почему... Просто сказать ей, типа, поддержи меня в суде? Ну, ты можешь меня морально поддерживать во время суда. Поддерживать? Подобно группе поддержки на соревнованиях? Эм, как-то так, да. Хорошо, я вас не подведу. Эм... Надо сбегать в магазин за трико. Стой, стой, стой. Чего, чего, чего? Я пошутил, это была шутка. Разве? Да, я шутил. В любом случае, спасибо. Я благодарен тебе за поддержку. Ты всё равно больше ничего не сможешь сделать. Но... Я не смогу сидеть, сложа руки. Я хочу выдать гадаями в лицо всё, что я о нём думаю. А может, вдать? Не? Хорошо. Тогда приходи завтра на заседание суда. Хорошо, обязательно. Ух, и я им покажу. Ух, и я им покажу. Ух, и я им покажу. На дворе 21 век. Размах преступности остаётся прежним. Мало того, он увеличивается. Продолжительные судебные тяжбы остались в прошлом. Несколько лет назад на предварительном... На предварительные слушания было наложено ограничение в три дня. В основном, они для отца один день, и суд почти всегда выносит обвинительный приговор. Я даже подумать не мог, что меня обвинят в убийстве Мии. Завтра настоящий убийца предстанет перед судом в качестве свидетеля. Извиняюсь. Развязка уже близко. Либо он одержит верх, либо я... Либо он, либо я... Либо я, либо он... Продолжение следует. Да, сохраните, естественно. 9 сентября, 9.52. Окружающий суд, зал ожидания номер один. Вот мы и здесь! Да, сегодня в этом деле будет окончательно поставлена точка. Ой, господин Харасё, смотрите! Рэйдзи Катанара. Вчера мне звонил генеральный прокурор. Он сообщил, что позиция господина Гадаяма на суде не подлежит сомнению. Как бы ты ни ставил под сомнение его показания, если я выражу протест, судья обязательно меня поддержит. Выходит, и судья пляшет под тудку Гадаяма. Так ты хочешь сказать, что меня признают виновным, несмотря ни на что? Харасё. Я пойду на всё ради нужного приговора. На всё. Почему? Почему? Как вы можете вот так мучить невиновного человека? Невиновного? Откуда нам узнать? Виновный всегда будет лгать, чтобы избежать ответственности. Вот это... Об этом я и говорил, AlexFact. Вот почему я сохраняю в сейв-слот. Где он? Сейв-слот. Потому что я вот за это как бы и переживал. На самом-то деле. Виновных и невиновных никак нельзя различить. Мне остаётся надеяться, что каждый подсудимый получит обвинительный приговор. Какая-то странная логика у этого чувака. Таковы мои принципы. Катанара, ты стал другим. А? Господин Харасё, вы знакомы? Рюити Харасё, не думай, что к тебе будет особое отношение. Р... Рюити? Р... 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 Заседание вот-вот начнётся. А... А как же ваш адвокат? Он же ещё не пришёл. Или он не... Я буду сам себя защищать. Что? Ладно, пошли. 10.00. Окуружной суд. Зал суда номер один. Цирк? Почему цирк? Ну, вообще, да, цирк, наверное, будет. Учитывая, что все куплены. Суд приступает к рассмотрению дела гражданина Рюити Харасё. Сторона обвинения готова, Ваша честь. Сторона защиты готова, Ваша честь. Господин Харасё, вы точно справитесь? Да, Ваша честь. Я буду сам себя защищать. Ясно. Хорошо. Господин Катанара, ваша вступительная речь. Так как уважаемый суд уже имеет общее представление о случившемся, мы сегодня заслушаем показания ещё одного очевидца убийства. Понятно. Обвинение может вызвать... вызвать своего свидетеля. Как-то странно. Судья должен был спросить, почему свидетель Катанары не давал показания в прошлый раз. Такое... Такое впечатление, что ему уже известна причина. Что же мне делать? Стоит ли выразить протест по этому поводу? Да. Протестую! Господин Катанара, вы должны кое-что объяснить суду. Почему этот свидетель не давал показания во время вчерашнего суда над госпожой Асато? Приношу свои извинения. Господин Гадаяма очень занятой человек. Кроме того, я тогда посчитал, что показания госпожи Макуси будет более чем достаточно. Опять же, приношу свои извинения уважаемому суду. Они принимаются, господин Катанара. Ваше поведение достойно похвалы. Он получает одобрение, а я остаюсь с носом. Я хотел бы вызвать для удачи... Для удачи. Я хотел бы вызвать для дачи показаний господина Гадаяма. Пожалуйста, ваше имя и фамилия. Ваше имя и фамилия. Ой, сори. Я долгое время прожил в Амуэрике, поэтому я немного подзабыть родная речь. Имя! Они отлично ладят друг с другом. Меня зовут Горо Гадаяма. Ну или если по-нашему, Горо Гадаяма. Я пу... Пур... Пурезидент. Горо Глобал. Ой. Вернее, президент. Вы были знакомы с потерпевшей Мией Асато? Never give up. Нет, не был. Never give up? Причем тут это? В ночь убийства вы находились в отеле Фукусима, да? Корректно. И именно оттуда вы наблюдали за убийством. Hi. Вижу, мы нашли с вами общий язык. Hi. В смысле, что? Хорошо. Господин Гадаяма, можете приступать к даче показаний? Если я не разделаюсь с его показаниями, суд признает меня виновным. Почему у меня вечно такое ощущение, будто у меня земля под ногами горит? Охо-хо-хо-хо. Absolutely. Мистер адвокат, я надеюсь, вы уже присмотрели себе комфортабельную камеру. Господин Харасё, покажите ему, где раки зимуют. Не знаю, так да где. А где ракет зимуют? В реке, наверное. Значит, если я не общаюсь, было где-то около 21.00. Я васбук. Чего? Ты по-английски неправильно говоришь. Я васбук, в смысле читал некоторые документы у окна. Так. Почему бархат не в нос? Зачем? И вдруг я услышал шум снаружи. Меня это удивило, поэтому я окинул взглядом противоположное здание. Именно тогда я увидел его. Мужчину с торчащими волосами замахивающегося яны о женщины. А-а-а-а-а-а. Стоит ли мне говорить, что этим мужчиной был мистер адвокат? А-а-а. Ну, это ж в аниме, а у нас стрим. Я сразу же позвал мисс Макка... Макмук... Масмуки. Её это тоже потрясло. Потерпевшая, она пыталась сбежать, но вы бросились за ней. Затем был жуткий импакт И всё кончилось Если всё случилось так, как вы говорите То тогда подсудимый однозначно виновен Ладно, подсудимый То есть, защита Приступайте к допросу Хорошо, Ваша честь Ну тут бессмысленно Можем поперебивать его, типа сбить Как так получилось, что вам было известно точное время? Вы что, не знали? Что я само совершенство Что я идеал Нет, нет, нет Вы так просто не отвертитесь от вопроса Вы такой недоверчивый, мистер адвокат Простите, не напомните, как переводится термин Secretary Anyway, мисс Макуси попросила принести ей заказ в 21.00 Убийство случилось вскоре после доставки напитков Макуси говорила то же самое Да, коридорный принес Принеся кофе, вручил его госпоже Макуси Но он утверждает, что в тот момент он вас в номере не видел Ааа, вот что вас волнует Мисс Макуси принимала заказ в коридоре Поэтому он, собственно, меня и не видел Он же не умеет смотреть сквозь стены Скажите, чем вы занимались в тот момент? Я, Возбук, в смысле, вот тут точно надо перебить Погодите, Возбук это неправильно говорить, так Вы имеете в виду то окно, которое выходит на бюро Асата и Ко? Корректно Между прочим, это единственное окно в номере И у него вы читали документы Корректно Фукусима это отель для бизнесменов Я веду бизнес И поэтому я очень busy Мэн Мэн Звучит музыка. Да? Но окна были закрыты. Или нет? По-моему, в этот момент вы напали на нее. Ясно, продолжайте. Пять дел. Меня это удивило, поэтому я окинул взглядом в противоположное здание. Погодите-ка. Выходит, перед тем, как вы услышали шум, вы изучали документы. Да, это ниже моего достоинства поглядывать за другими людьми. Ниже достоинства? Ага, сейчас! Ты на этом целое состояние сколотил. Упырь. А почему Майя тогда написано? Погодите. Торчащими волосами. Они нормальные. Ну, давай, я просто попробую показать. Ну, почему бы и нет. Протестую! Ваша честь, что вы думаете о данном утверждении? Я вас не совсем понимаю. Оно же явно противоречит у... В смысле, я думал... Вы даже сами не уверены в своих словах, господин Харасер. Протест отклонен. Ну да, не уверен. Так я вряд ли завоюю симпатию. Я думал, самое главное это резко вскидывать палец вверх и, короче, это... Ну, типа, выпендриваться. Типа ты... Типа ты адвокат. Давайте перебьем его тогда. Перебью. Погоди-ка! То, что вы сейчас сказали, полностью противоречит показаниям госпожи Макуси. Она четко указала, что у нападавшего была девичья фигура. А, это... Знаете, мистер адвокат, я никогда не жаловался на струту зрения. Какое у вас зрение? С учетом двух глаз, два... Точки ноль. Две целых ноль десятых. Две целых... Кто же их складывает? Мне кажется, свидетель этим подчеркивает свое отменное зрение. Я думал, судья должен быть непредвзятым. И что вы затем сделали? Я сразу же позвал мисс Макуси. Ее это тоже потрясло. Кстати, на андроид, да, игры очень дорогие. Потому что региональных цен нету в андроиде. В андроид-сторе. И там, если игра стоит 20 долларов, то она и в России будет стоить 20 долларов, что в переводе будет 1200 рублей. Так что, как бы, по сути, игра-то недорогая для андроида. Там, скорее всего, 15 бочей, наверное, даже. Я думаю, покупают. Так, давайте перебьем его еще разочкой. А чем в этот момент занималась госпожа Макуси? Она как раз закончила смотреть свой сериал по телевизору. Она была вся в слезах. Сериал. А как вы услышали тогда, если она сериал смотрела? А вы говорите, шум какой-то услышали. Че-то вы мне врете, по-моему. Вы знали, что она прослушивает телефон Ассата и Кио? Протестую. Неважно, это совершенно не касается данного дела. Ничего, я отвечу нашему пытливому адвокату. Прослушка телефона госпожи Ассата, личная инициатива мисс Маму Макуси. Господин Гадаяма, вам надо идти в политике. О-хо-хо, я и так уже президент. Куда выше? Продолжайте. Потерпевче. Она пыталась сбежать, но вы бросились за ней. Можете рассказать об этом поподробнее? Как именно я бегал? Нам ведь нужно знать каждую деталь произошедшего. Конечно, я подниму. Что? Подниму. Вы напали на жертву, после чего она побежала влево. Хотя, до этого говорили, что она побежала вправо. Вы бросились вслед за ней и ударили ее. Вы уверены? Вы что, забыли? Я же самосовершенство. Пожалуйста, дополните свои показания соответствующей информацией. Потерпевшая побежала влево и вы бросились за ней. А тут... Влево. Ну, она типа вправо со стула убегала, по идее, так-то. Влево-то куда ее убегать? Протестую! Ваша честь! Заявление свидетеля содержит противоречия. Извините, но я не вижу здесь противоречия. Сожалей, но мне придется сделать вам выговор. Ну, вообще, как бы... Вы там, я смотрю, развели порто, покупают ли игры на Android. Это у нас они считаются, наверное... Ну, я так думаю. Это мои мысли. Типа сортирный Android. Ну, сразу понятное отношение, да, к Android, к iPhone. Я думаю, в основной массе покупают, скорее всего, на айфонах, ну, и за рубежом. И все-таки, если у тебя хороший телефон, и есть игра, которая тебе нравится, зачем тебе покупать Nintendo? Можно просто купить он, действительно, за 15-20 долларов игру, и играть на ней, а не покупать еще и консоль за 60-80. Так, ладенько, погнали. Потерпевшая побежала, ну, просто перебьем тогда. Да, не знаю. Вы точно в этом уверены? Да сколько же мне повторять? Я само совершенство, точка. Да сколько же он будет повторять эту фразу? Псс, господин Харасё, вас ничего не смущает в его словах? Ну, смущает, но я не понимаю, чё, как, как ему сказать о том, что показания-то... А, вот он. Протестую, ваша честь! Минутку! Господин Гадояма, вы сами себе вырыли яму. What is this? Вы говорите, что жертва побежала влево. Но это прямо противоречит показаниям госпожи Макуси. Она четко утверждала, что жертва бросилась вправо. Охо-хо-хо, вся пресса, вы, наверное, ее неправильно поняли. Нет. Взгляните на схему бюро. Да я ж показывал схему бюро! Убийца находился тут. А жертва здесь. Если бы потерпевшая бросилась влево, как вы утверждаете, она бы направилась в противоположную от двери сторону. Она бы загнала себя в угол. Вам не кажется это странным? Очень странно. Я действительно видел, как она бежала влево, правда? Господин Харасёв, взгляните на его лицо. Мне кажется, он не врет. Да. Может он действительно видел, что потерпевшая бежала влево. Но от него. Влево. Видел ли он вообще момент убийства? Секундочку. Господин Харасёв? Да, Ваша честь. По словам госпожи Макуси, она бежала вправо. По словам господина Гадаяма, она бежала влево. Вы можете объяснить суду, что же произошло на самом деле? Они оба правы. Оба свидетеля говорят правду. К большому удивлению. Ха, сомневаюсь. В смысле, эта версия никак не устраняет сложившиеся противоречия. Их утверждения могут быть истинными лишь в одном случае. В каком? Это очевидно. Свидетель наблюдал за преступлением вовсе не из отеля. Господин Харасёв, что вы этим хотите сказать? Да, что значит наблюдал за преступлением вовсе не из отеля? Если он находился не в отеле, то где же он тогда был? В бюро Асата и Ко, где же еще? Если быть более точным, он находился здесь. Надо указать место, где стоял Гадаяма. Хоть здесь? Он находился здесь! Смотрите! Когда жертва бросилась к двери, он стоял здесь, и поэтому ему показалось, что она побежала влево. Сейчас не время для глупых шуток. Там стоял убийца! Да, вот именно. Тишина! Тишина в зале суда! Нарушители порядка будут оштрафованы за неуважение к суду. Господин Харасёв, вы к чему клоните? Скунсбэг! Протестую! Гипотеза защиты исчезает, искажает истинное положение дел, ваше честь. И вправду, она словно притянута за уши. Охо-хо-хо-хо! Вы нас так повыселили, мистер адвокат! И что теперь? Он смеется? Комичность ситуации кое-что мне напомнила. Похоже, что я не особо ясно выразился, за это я прошу простить меня. Мистер Судья! Может, я еще раз дам показания? Хорошо! Дополните ваши старые показания. Удачи! Разбитые показания обратно уже не склеишь. Она побежала влево. Показания госпожи Макуси не противоречат моим словам. Когда вы напали на девушку, она побежала влево. После этого вы со звериной скоростью ударили ее. Затем она, выбиваясь из сил, бросилась вправо. Вы погнали за ней и ударили ее в последний раз. Вот, именно это и видела госпожа Макуси. Понятно? Вы ударили ее два раза. Вы что, забыли уже, мистер адвокат? Ну, по... Хм, все логично. Вы будете допрашивать свидетеля? Еще бы! В смысле, да, ваша честь. Вот, да, я тоже думаю, в бумажке-то написано от одного удара. От удара тупым предметом. Все, я даже его перебивать ничего не буду. Он начал заговариваться, короче, уже. Так, ударили ее, затем она выбиваясь из сил, выбилась вправо. И ударили ее в последний раз. Вот именно это и видела госпожа Макуси. Ударили ее два раза. Нет! Нет, чувачок! Нифига! Протестую! Господин Гадаяма... А, я должен нажать, извините. Потерпевший был нанесен лишь один удар. Что вы на это скажете? Я скажу Трей Точия! Пум-пум-пум. Он открылся. Надо бить. Господин Гадаяма, помнится, вы только что утверждали, что вы само совершенство. Хм. Надо завязывать с этой фразой. Ваша честь, я хотел бы попросить свидетеля дать повторное показание. Протестую. Вполне очевидно, что свидетель растерялся, ваша честь. Прошу, уважаемый суд, сделать десятиминутный перерыв. Да, да, вполне. Протестую, ваша честь. Свидетель врет. Вот почему он растерялся. Я выступаю категорически против перерыва. Да, даешь правосудие. Да, он хочет выкрутиться. Упырь. Эй. Ой. Ну. Я думаю, так выкрикнули бы. Обязательно. Ну, то он так разделся, господи, как этот самый. Как. Ну, вы поняли. Хорошо. Если свидетель согласен дать повторные показания... Зал на моей стороне. Теперь ты не уйдешь, Гадаяма. Господин Гадаяма. Хорошо. Противоречивые показания. Музон заводной просто, извините. Мы же в зале суда все-таки. Эм, ну, видите ли, когда я услышал звон стекла, я взглянул на окна. Затем я увидел, как мисс Мия побежала влево. Убийца, это вы. Набросился на нее, но она увернулась. После этого жертва развернулась, побежала к двери. Затем вы убили ее одним ударом. Бэмс! Звук разбившегося стекла? Что-то вы не то несете. Ваша честь, понимаете, у меня тут разболелся желудок. Не, нифига, чувак, стой. Терпи. Мы почти закончили. Погодите. Вы услышали звон стекла? А что его вызвало? Что? А его? Это был стеклянный торшер. Точно, он был найден разбитым на месте преступления. Господин Харасё, у вас его слова не вызывают подозрения? Вызывают. Странно это все, надо надавить на него. Господин Гадаяма, Что такое? Вы видели стеклянный торшер? Да! Тогда упомяните об этом в ваших показаниях. Извините, щипочка вышла. Свидетель, исправьте ваши показания. Ладно, ладно. Он не мог его видеть. Стекла вообще за... За видимостью находятся по карте. Я заметил, что на полу лежит стеклянный торшер. Ты не мог его заметить, чувак. Не мог. А, ну. Торшер-то вот где стоял. Он разбитый. Показать им... Братья Стугиу! Господин Гадаяма, вы не могли видеть стеклянный торшер? Ать, у чего? Взгляните на это. Это схема кабинета, в котором произошло убийство. В смысле? Это схема кабинета, в котором произошло убийство, да? Верно, ваша честь. Давайте взглянем на нее. Если бы мы смотрели в кабинет через окно, наше поле зрения было бы таким. Вот. Просто хочу, чтобы все оценили мою гениальность. Немножко задерживаю. Обратите внимание, торшер находится вне поля зрения. Ну, господин Гадаяма. Что вы скажете на это? Буллит! Свидетель. Если бы вы, согласно вашим словам, находились в отеле Фукусима, вы бы никак не смогли увидеть торшер до его падения. Более того, вы бы не смогли увидеть его и после падения. Битое стекло тоже никак не могло навестилось на мысль, что оно было от торшера. Итак, когда же вы видели стеклянный торшер? Наверное, тогда, когда он упал и разбился. Это все можно было видеть только в одном месте. В бюро Асато. Иго. Другими словами, во время убийства вы находились на месте преступления. По-моему, из него сейчас вырвется кто-то. Шляп-шляп-шляп. Не, нормально. Свидетель? Господин Гадаяма. Им были вы, да? Ваша честь. Ваша честь. Я, я, мисс, мия. Похоже, приговор в наших руках. Протестую. Это уже слишком хорошо. Чего? Блин, Гатанара. Господин Гадаяма. Я думаю, пришла пора. Вам, по-моему, пора признать свою вину. Чего? Он на нашей стороне. Я сказал, вам пора признать свою вину. Вину в том, что это вы разместили прослушивающее устройство. А, он его хочет, типа, да, я видел, что торшер там есть, когда размещал устройство. Как бы это моя вина, я не убивал, я просто вот запомнил обстановку. Блин, нифига себе. Лихо сфинтил. Ёшкин кот. Прослушку. Порядок, порядок. Господин Катара, суд требует от вас объяснений. Уважаемый суд, господин Гадаяма немного запутался. Я сейчас все объясню. Дело приняло дурной оборот. И как вы уже знаете, господин Гадаяма является президентом Горо Глобал. Он приказал своему секретарю Мини Макуси прослушивать телефонные разговоры Ми и Асату. А каким образом это касается? Ваша честь. Возникает вопрос, когда и кем было установлено прослушивающее устройство в кабинете? Нет, ты не посмеешь. господин Гадаяма, вы проникли в бюро Асата и Кост с целью установить прослушку. Я прав? П-прав. Вы совершенно правы, мистер Рейди. Не верю своим глазам! Да, я проник в юридическое бюро Асата и Кост чтобы установить прослушку. Именно тогда я и увидел этот злополучный торшер. Теперь растерянным оказался я, господин Катанара, объясните суду, что сейчас произошло? С радостью, Ваша честь. Рюити Харасё вполне ясно изложил свои аргументы. Он установил, что господин Гадаяма знал о наличии стеклянного торшера в кабинете. И он указал, что господин Гадаяма мог его видеть только в одном случае. В момент совершения убийства. Таким образом, защита обвиняет моего свидетеля в том, что это он совершил преступление. Теперь понятно. Однако, факт остается фактом, господин Гадаяма посещал бюро задолго до момента преступления. Он туда проник с одной целью установить прослушку. Вот тогда он и заметил этот стеклянный торшер. Как видите, гипнотиза, Рюити Харасё это ничем не обоснованный вымысел. господин Гадаяма, суд требует прояснить прояснить факт прослушки с вашей стороны. Да, какие проблемы. У меня нет слов. Так, ну сейчас надо на время обратить, наверное, внимание. это случилось в начале сентября за неделю до убийства. Я проник в бюро Асата и Коу. Сделал я это понятное дело за тем, чтобы установить прослушивающее устройство. Вот тогда-то я и увидел стеклянный торшер. Получается, вы видели стеклянный торшер еще до того, как произошло убийство. И поэтому вы смогли определить по звуку, что звон был вызван падением стеклянного торшера. Это много проясняет. Хорошо, господин Харасио, можете приступать к допросу. Что же мне теперь делать? Удачи вам. В начале сентября. А там, по-моему, они... протокол вскрытия нам не поможет. Чек. Почему нельзя посмотреть чек? Может, там что-то... С обратной стороны вдруг там что-то есть. подробнее. Уже не делайте, что-то, может, это не третий вопрос. Не думайте, это не третий вопрос. Я как бы понимаю, что наверное чек, но как мне понять, что это чек? Погодите! Чем вы можете подтвердить ваши слова? Протестую! Мини Макуси знала подробности разговора госпожи Асата. Следовательно, прослушка была установлена до убийства. А, ну да. Погодите! А это точно были вы? Может туда проникла госпожа Макуси? Протестую! Следователи обнаружили в кабинете неизвестные отпечатки пальцев. Очевидно, что их там оставил господин Гадаяма. Даже не сомневаюсь, что Катанара уже знает владельца этих отпечатков пальцев. Господин Гадаяма, расскажите нам, зачем вы туда проникли? Сделал я понятное это дело о том, что у Сипоси, ляске-масяске? Погодите! Почему вы прослушивали телефон МИИ? Протестую! Ваша честь, этот вопрос никак не касается нашего дела. Глобал... Гори Глобал... Это в некотором роде детективное агентство. Мы обязаны обеспечивать конфиденциальность наших клиентов. Погодите. А с чего это вы вдруг обратили внимание на обыкновенный торшер? Торшер был полностью стеклянным. Он был таким стильным, и это, видать, произвело на меня сильное впечатление. Такая beautiful thing приковывает к себе лук. Вот и всё. Блин, тут и зацепиться-то толком не за что. Ладно, сейчас на нервы. Вдруг я смогу что-нибудь выбить из него хитростью. На этом чеке указано, что торшер был куплен за день. До убийства. Вы не могли его видеть. Ну, это я выдумал сам. Ваша честь, эта улика явно противоречит словам свидетеля. Нифига, я понял. Да, я понял. Ну, я хотел, типа, похитрить что-нибудь. Я не знаю, как такой приём называется. Так, две ошибки. Да, 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 да. Лев, типа того. Типа того. Типа того. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рю! Рю, обернись! Этот голос? Мия? Рю, никогда не опускай руки! М-Мия! Кажется, я в обморок упал. Где это я? В зале ожидания? Что случилось? А, ну да. Я проиграл прение. У меня начались галлюцинации. О, наконец-то ты очнулся. М-М-М-М-М-М-М-М-М-М-М-М-М-М! Рю! Что происходит? Мама миа, кто же так встречает старого друга? Рю, взгляни на меня Господи, ты помнишь Как она повзрослела-то? Ты же... Тебе 17 лет, вот, буквально было Полчаса назад А такая взрослая уже Майя Ты забыл, что женщины нашего рода способны вызывать души умерших? Когда ты признал свое поражение во время заседания суда Ты тем самым пробудил истинные способности Майи Истинные способности? У меня аж этот галстук приподнялся Ну так, ага И чё? Мия, получается Майя сейчас находится в контакте С тобой? Да, я Майя И в то же время я Мия Но сейчас нас должно волновать не это Ага Майя никогда не сдавалась И ты тоже не должен сдаваться Вот это я тебе и хотел сказать Ааа Ну-ну-ну-ну У нас мало времени Послушай меня, Рю Ты уже выиграл это дело Чего? У тебя в материалах дела лежит чек, да? Они, они, они серьезно Три дня и вот только на эту надпись Такие Мия, 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 Мия Нельзя на обратную сторону поглядеть Ну это же сразу понятно Да, лежит А, Майя там написала Эм, а, да Ты на нем еще написала имя Май Рю Это был Гадаяма, а не я И что мне с ним делать? Посмотри на лицевую часть Сторону чека Лицевую? О, у чека две стороны О, божечки мой У него есть сторона На которой что-то напечатано О, 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 о Как такое вообще возможно? Не, ну вот Ну, ну серьезно Чего они сразу не дали Типа Вот я прям Я прям Вот гарантированно Я, я Прям вот уверен Что там написана Дата покупки Даршера Просто-напросто И все Почему нельзя было Это сделать Как только ты находишь Эту улику Типа посмотреть На обратную сторону Здарова Гевитар Ну, я же говорю Акс Вот, ну Это обыкновенный чек На нем красуется название Одного известного магазина 100 тысяч йен Ого, ну и сумма Или не йен Я не знаю Что это за Я предполагаю Что это йен Товар Стеклянный Торшер Дата покупки 4 сентября За день до убийства Как я и сказал 4 сентября 4 сентября Да Вот именно Рю Я купил этот торшер За день до своего убийства Ничего себе Ну да Согласен Максим Все-таки Это игра Да Будем Воспринимаем Как игру Окей Окей Возможно Что этот чек Непонятно где лежал Он же все-таки Приобщен к делу Мы не можем На обратную сторону Посмотреть Правильно То есть он Где-то там Где-то В завуалированной Коробке вещдоков Лежит И как бы мы вот только-таки в эту коробочку вот так подглянем, типа, ммм, человек, ммм, типа, ууу, кто-то написал, кто-то написал, да, вложим обратно. Ну и всякое может быть, типа, волнение там, шмолнение, окей, оправдаем игру, оправдаем ей этот просчет. Ты помнишь, что Гадаяма заявлял в своих показаниях? Да, помню. Не помню. Да. Он говорил, что он видел Таршер за неделю до убийства. Вот тебе и ответ. Слушай, они вот-вот возобновятся. Вперед, Рю. Теперь ты сможешь доказать свою невинность. Можно вернуть обратно эту другую женщину? Невиновность. Да! Да! Как четко информация о чеке выделяется. Так, 13-16, зал суда номер один. Суд возобновляется. Слушай меня по делу гражданина Рюити Харасё. Подсудимый, точнее, вы в порядке, господин Харасё? Да, извините, ваша честь. Теперь все в порядке. Тогда продолжим с того места, где мы прервались. Как это звучит классно. Докажи свою невинность с помощью чека. Ваша честь, нет никакого смысла продолжать слушание. Перекрёстный допрос у господина Гадаяма завершён. Вам лишь осталось вынести вердикт в отношении подсудимого Рюити Харасё. Ваша честь? Пожалуйста, позвольте мне ещё раз допросить свидетеля. Обещаю, это будет в последний раз. Ммм. Но как уже раз не заметил господин Катанара, суд почти подошёл к концу. Обвинение в ваше мнение. Я думаю, нам стоит позволить ему ещё раз допросить свидетеля. Так и быть. Можете начинать перекрёстный допрос. Взгляните на это. Это чек, на котором кровью выведено имя «Моя». Ах, до вас таки дошло. Нет, я не об этом. Присмотритесь к лицевой стороне чека. Ли-ли-лицево... Этот тоже, короче, не знал, что у чека есть лицевая сторона. Ё, в смысле? Лицевая сторона. Господи! Бумаги двухсторонние, что ли? А я всю жизнь думал, что только с одной стороны, а вторая... Как бы, ты когда, ну типа, держишь бумагу, на ней чё-то написано. А когда переворачиваешь её, она исчезает просто из пространства в никуда. Ваша честь. Вы можете зачитать залу, что написано на лицевой стороне чека. Вот тебе на! Стеклянный торшер! Дата покупки? Ну надо же, он был куплен за день до убийства! Теперь понятно? Господин Гадаяма, вы говорите, что вы якобы проникли в бюро Асата и Ко в начале сентября. Но в этот момент, торшер не находился в кабинете. Сейчас из него Гадаяма вылезет. В смысле придирки Зюпермана. Как это в Японии нет лицевой стороны? По-моему, Аликсфакт, ты чё-то не то говоришь. Нелогично. У любого листочка две стороны. Та, где напечатана... Лицевая. Ой, простите. Лицевая. И та, где не напечатана. Оборотная. На которой было Майя написано. Так. Та, на которой напечатана, это лицевая. Ну, господин Гадаяма, где ваша очередная отговорка? Нет. Нет, это не... Не пассибл. Что, и на этом всё? Он уже сдался? Ваша честь. Я понимаю, вы все... Вы находитесь сейчас в очень сложном положении. Но я думаю, вы осознаёте, что в данной ситуации вы не можете признать меня виновным. Хорошо. Хорошо. Тогда сегодняшнее заседание... Оттестую. Стоять хоро-сё. Стоять хоро-сё. Сидеть тоже хоро-сё. Да я спокойный, несерьёзен. Это, по-моему, ты начал оправдывать игру, что у неё чек с одной стороны только напечатан, которые не знали, где находится вторая сторона. А! Неужели он попытается спасти его шкуру? Впрочем, это же Катанара. Я признаю, версия защиты не лишена смысла. Однако, ни одна улика не говорит о том, что Рю... Рюити Хоро-сё не виновен. Поэтому, я хотел бы попросить суд продлить арест Рюити Хоро-сё на ещё один день. Ой, нет, пугушки тут. Я хочу уточнить один момент, и для этого мне нужно время. Ещё что-то уточнить. Он, видимо, хочет провернуть ещё один трюк, подобный тому повторному вскрытию. Он штампует эти улики, как ему заблагорассудится. Меня это не устраивает. Протестую, Ваша честь! Вина Гадаямы очевидна. Я не вижу смысла продолжать прение. Ну, господин Катанара. Знаете, обвинение кого-либо в преступлении моя прерогатива, ведь это я прокурор, как-никак. Мне нужен один день, чтобы проверить обоснованность выдвинутых вами обвинений. Ясно. Протест отклонён. Чего? Слушание по делу гражданина Рюити Хоро-сё откладывается до завтрашнего дня. Нет. Если сегодня не будет вынесен вердикт, дальнейшие события будут непредсказуемыми. К тому времени Катанара либо найдёт, либо сфабрикует новую улику. А ведь Мия специально вернулась, чтобы помочь мне. Мистер Судья! Я могу уже уходить? Конечно, извините, что задержали вас. Блин! Минутку! Свидетель, подождите. Это же... Ми... Мия? Рю. Прочитай вслух эту записку. Мия, что это? Ваша честь, могу ли я? Вы сегодня очень настойчивый, господин Хоро-сё. Ещё бы на кону стоит моя жизнь! Я хотел бы кое-что зачитать уважаемому Суду. Ээээ... Финансисты, известные артисты. И в этот момент произошло следующее. Хватит! Хальт! Хорош! Пожалуйста, остановись! Остановите его! Откуда... Откуда он у тебя? Господин Гадаяма, немедленно признайте свою вину. В противном случае список будет передан журналистам. Я... Я осознаюсь. Я осознаюсь. Это... Это я сделал. Это я ударил её. Это я ударил госпожу Мию. Мыслителем. Дело раскрыто, Ваша честь. Я не использую акцент, америкосовский, потому что он у него был же, типа, наигранный. Он, на самом деле, обычный япошка, который просто выпендривается. Что же, я не вижу смысла продолжать дальнейшие прения. Господин Хоросё? Да, Ваша честь. У вас опять получилось? Ваша защита просто захватывала дух? Спасибо. Знал бы он, какой у меня тут дух под боком. Хорошо. Суд постановляет. Защита. В смысле, гражданин Рюити Хоросё. Невиновен. Ну, девочка. Да они две сестры. И у них по линии, по материнской, типа, они же эти, медиумы. Ну и просто, как бы, в эту девочку дух сестры вселился. А сестра-то знает, чё, где там какие записочки там, где надо было пошебуршать, чтобы достать этот список имён. Ну и вот. Чё тут запутываться? Простой сюжет. Это просто духи какие-то. Большие груды. Нет, не все её видят. Видит её только Рю. Я думаю, это было бы странно, если бы все её видели. Это бы немного другая. Нет, не все её видят. Ну тут, ладно, ладно. Тут не сказано, все ли её видят, или не все ли её видят. Её точно видит Рю, а об остальном непонятно. Никогда бы не подумала, что смогу снова произнести эти слова. Ого, поздравляю. Тебе повезло, что я ношу фамилию Асата. Мне повезло, что ты и Майя были вместе со мной. Я рада твоему успеху. Спасибо тебе, Рю. Ты многим рисковал, помогая мне и Майе. Я буду это помнить всю свою жизнь. Жизнь? Что же, мне пора. Уже? Способности Майи пока ещё слабо развиты. Я не могу больше задерживаться. Ну, как же так? Нет, нам надо столько обсудить. Не волнуйся. Я уверена, мы ещё встретимся. Шеф! Хи-хи. Я уже больше не твой шеф. Рю, ты можешь сегодня вечером зайти в бюро, скажем, в 21.00. Бюро. До скорого. Шеф! Мия! Ну, это самое. Они будут говорить, что Майя изменилась в их глазах, чуть повзрослела. Это не совсем, как бы, то, что она совсем другой стала. Тут и лицо совсем другое, и фигура гораздо, и гораздо взрослее. Просто, ну да, повзрослела, ну типа, силы развила свои медиумы, и смогла сестру призвать из загробного мира. Это как в фильме Призрак. Как в фильме Призрак, когда главный герой, этот Призрак, вселялся-то тоже в медиума. Но он не был, ну, внешность-то он не менял, он просто там разумом управлял этой медиумши. Шефа зовут Мия, а сестру Майя. Ладно, ладно. Мне здесь все напоминает о той ночи. Наконец-то ты пришел. Мия? Я волновалась, вдруг ты не придешь? А, я не мог не прийти. Хорошо. Я такая голодная, как насчет Миса Рамена? Мия? У, ха-ха, ты бы видел свое лицо. Мия! Ты вообще о чем? Это же я, Майя! Майя? Ну как, я была похожа на сестру. А, ну как, она типа сидела где-то такая, ты... Ну как, я была похожа на сестру? Похожа, ты и была. Надо взять эту идею себе на вооружение. Ой, Рю, можешь, может, сбегаешь купить мне чего-нибудь вкусного, а? Майя, что ты здесь делаешь? Смотри! Видишь, Мия оставила мне письмо. Прошу тебя следить за Харасё. Следить за Харасё? О чем это она? Она имела в виду бюро. Это бюро. Кто-то же должен следить за новым бюро Харасё и Ко, да? То, как не я, Майя Асата. Разрешите доложить? Хотя, нет, надо поменьше официоза. Привет, Рю. Я пришла. Айда за работу. Ты же не против, если я буду звать тебя Рю? Настоящее бойцовское имя. Мия тебя всегда так называла. Теперь мы напарники. А ведь, если подумать, я влип в эту передрягу из-за Майи. Но, если бы не она, я бы уже сидел в тюрьме. Бюро Харасё и Ко. Хорошо звучит. Да. Спасибо, Майя. Вон она, дух. Удачи тебе, Брю. Ну да, это к стритфайтеру скорее отсылка. Тогда еще не было, по-моему, в тетради. Или была. Я, кстати, не знаю, какого года игра, поэтому могу утверждать. Но вряд ли к тетради. Это же сказало. бойцовское имя. Стритфайтер. Я всегда буду поблизости. Ладно, Рю. Ладно, Рю, побежали. Эй, куда? Куда? Рамы нам, зачем же еще? Здесь рядом есть одна отличная закусочная на колесах. Пошли, хватит зря терять время. Хорошо, подожди меня. Конец. Вот и сказочка. Конец. А кто? А кто? Это самое молодец. Окей. Ну что ж, дело под номером 3. Сегодня мы его начинать не будем. Сейчас мы прожмем кнопочку Save State. Продолжим завтра. Приблизительно в то же время начнем, то бишь это 17.00 по Москве. Если ничего непредвиденного не случится, так же и будет все. все. Что все будет. Стрим. Стрим, да, будем проходить собственно дальше. Пока у нас как это ну как раз AlexFact выходной и есть возможность постримить. так, ну я сохранил, надеюсь все нормально будет. на сегодня ребятушки всем всем спасибо, что пришли поддержали своими своими как как-то называется сообщениями сообщениями в чате. Ну а некоторые из вас также поддержали материально, за что особое отдельное спасибо. Вот по поводу а там ведь пачка частей надо и другие потом. ну так это как бы подписывайся на канал поддерживай стримера и можешь заказать следующую пачку. Мнение пока что я не буду высказывать. Во-первых я высказал уже, я же не должен после каждого дела мнение высказывать, правильно? В целом потом об игре я расскажу когда пройду я думаю вот как я обычно это делаю. Ну так нормально, интересно вполне. Да. Ну и все. Всем любви, добра, тепла. До скорых встреч. Чтобы не пропускать подписывайтесь на канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, в Стиме, в Дискорде, в Твиттере и прочей ерунде. Все ссылки есть в описании. Ну и все. Любви, добра, тепла. А прическу я не смогу. У меня волосы волнистые. У меня такая не получится. А, из Папье-Маше. Нет. Все, пошел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok